Ю-ху, всем привет, с вами Юнот, и мы продолжаем в Пиларсов Атернити, продолжаем поиск похитителя Кайопки. Ну-ка, может это есть на острове? Шепешков. Куда-то делся похититель. Все винят чувака. Который бездельник, но он же не виноват. Заодно он бездельник, заодно он там много чего делает, но он же не виноват в том, что продукты крадут. То есть, избавившись от него, они не решат проблемы. Ну, может, решат, конечно, часть проблемы, но я считаю, что нет, возможно, когда-нибудь перенесет пользу, а так его не будет. Конечно, обидно так попасть. Тык, 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 тык. Даже музыка попала. Тык, 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 тык. Ну давай. Ты можешь, я знаю. Это первые загрузки, они такие долгие. Наконец-то, господи, что хвостик. В смысле, разработчиков. Кто эти создалы за ресурсы, что они так жрутся. Ладно, пошлите отсюда. Глянем тропа. Биви. Бива. Угу. Так, двигаясь вперед, вы начинаете ощущать запах. Этот запах, запах кухонь кайднуа. А, кухонь кайднуа. Мед, корица, свежий хлеб. Это еда, которая разделится теми, кого нет рядом. Ну-ка. Вдали от тропы вы видите какое-то движение. Что-то большое и округлое шевелится за деревьями. Подойти не скрываюсь. О, дриада. В центре поляна стоит делимган. Ну, делимган. Склонившись над большим грибом, делимган словно рождена из живого... Из живых тропиков. 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 Ладно, словно рождена из живых тропиков. Голова у нее украшена яркими цветами. По фигуре было бы... Можно подумать, что это Эль. Не хватало только острых ушей. Вы выходите на поляну делимган словно, но вас слегка расширив глаза. Она напрягается, протягивает руки вперед, складывая пальцы в деревянные когти. Ты так неразборчивый... Ты как неразборчивый... Идешь туда, куда остальные боятся идти. Ее голос стучит, как сухая ветка. Скажи, почему так? С тобой что-то случилось? Тебе помочь? Некоторое время она ничего не говорит, словно бы прислушивается. Почему ты об этом спрашиваешь? Думаешь, мы боимся грибов? Она улыбается и проводит ладонью по одному из... Отростков гриба. Нам здесь нечего бояться. Угу, ну ладно. Смотреть гриб. Нет, ну получилось. Тучный гриб ростом выше любого ома, у мясистой отростки свисает с его ножки. А, мясистые отростки свисают с его ножки. А вокруг висит целое облако желтых спор, раздуваемых ветерком. Это споровик с трудом, но может рассмотреть очертания. Какого-то незадачного существа, опутанного корнями, пьющими из него ауру. Если он вас заметит, то обязательно нападет. Кроме этого, если вдохнуть его споры, это может затуманить ваш разум. Угу. Что такая прекрасная дама делает в таком лесу? Ну, просто пытаясь на нее подкопаться. Рядом раздается тихий гул, будто исходящий от впечатления роя. Не играй с нами. Разумно. Сарафин тихо посмеется себе под нос. Зоти покусывает нижний гул, пытаясь спрятать улыбку. Для дерева ты очень требовательна. Она тихонько чает головой, словно дерево на ветру. А ты никогда не требуешь ответов у тех, кто вторгается в твой дом? Ну ладно. Да у меня уже пора. Нет, кажется, эти слова приходят со всех сторон, сразу как шум листы. Дильмгам выпрямляется ее деревянные губы и скривляются в усмешке. Мы не позволим тебе провести себя других? Эй, не получилось. Я думал, можно договориться, раз таки от беды. Я-то думал, он сейчас начнет с ней поговорить, там они шуры-муры, он ее пропустит и так далее. А в итоге вышло, что она на нас напала. И что из этого выйдет? Правильно, что она отгребет. Отгребет почему? Потому что связалась не с тем врагом. Не с тем гномом, не в том месте. Причем я с ней пытался, часто пытался с ней по-хорошему, я даже не угрожал ей. Хотя, думаю, если бы я их поугрожал, она бы отвалила. То есть там теперь будет Гриб, Дилимган и еще кто-то. Так, нужно отгребать, боится. Как же тебя развернуть? Как же это неудобно. Чего она делает там? А-а-а, формирует находящийся уроду каждому через нее проходящему урон. Только проходящему? Бесполезно. Слепи их. Слепи меня снова и я не могу. Слепи меня. Так, ставь, ставь, ставь. Жах и бороться. А, черт. Мы сами забежали. Все. Если бы он своих не коцал, вообще бы цены не было. Заклинание. Кругом можно найти заклинание. Плесенье у меня. Ах, Дилимган, Дилимган. Хотел я тебя завести как бортового носильщика шкафов, но нет же. Почему-то ты решила, что тебе нужно быть одной. Как снимать проклятие, не понимаю. Что-то использовать надо. Так. У кого-то у меня есть проклятие. Это тебя, да, по-моему? Ну вот, за него знак, чтобы использовать. Надо будет попробовать. Посмотри, как это работает. Захоронение. Ну, пошли, пошарим что-то. Отклонение. Все, мне что интересно. Ладно, пошлите дальше искать киоку эту. Есть два прохода, ее бы закрыты. Верхний и нижний. Возможно, он даже будет вот сюда, во врагу Айна. Ну, давайте вот этих зачистим. Че нам? Че нам вообще, казалось бы, да? Так, что-то в том, как выглядит поворот тропы перед вами, заставляет вас остановиться. Дорога за поворотом не просматривается. Вы понимаете, что это хорошее место для засады. Вместе с тем, вы не можете слышать ничего необычного. На самом деле, вы вообще ничего не слышите. Ни шуршания зверей, ни гудения насекомых. Даже воздух словно замер. Осторожно продолжить путь. Далее. Вот собака. Вы слышите глухой удар, резкий вдох и, повернувшись на звук, видите, как держится за бок зоти. Между пальцами торчит дротик. Ваш спутник несколько мгновенно смотрит на него, моргает, а потом вырывает и отбрасывает прочь. Зоти также валится на бок, жестом показывая на что-то на вашей спине. А, это вы. Ну ладно. Бешено размахивая длинными конечностями, на вас бросается колоссальная фигура. И глаза на выкате горят голодом. Один момент, сейчас я... Да, для такой игры как раз и нужен, наверное, растрив, чтобы сидеть, пока сгружается. Общаться с людьми. Ты одна что ли? Ты серьезно? Слишком легко. Это же даже не серьезно. Блин, придется отдохнуть. Но я хочу посмотреть, как будет работать вот этот знак. Эдер. Эдер. Он одноразовый и лечит всех, понятно. Хм. В зоте только проблема с огнем, да? Ладно, еще успеем вылечить. Просто я не думаю, что это прям такая необходимость. Ну, по крайней мере, на уровнях, которые ниже нас. На уровне, который выше, возможно, да, это пригодится. А на таких, ну, вряд ли. Так, пошлите глянем, старое поле. Нам искать. Пояс. Кожаный доспех. Нет, обычный. Обычный. Мусор какой-то здесь нахожу, да? Только. Тьфу ты, толку, господи, только. Он не смог перейти речку. А сейчас, стой. Руины по Кокахару. Нам еще сюда попасть надо. Как интересно. Вламывай сюда. Сначала вы слышите просто неясный шум, потом низкое рычание, а затем чичи и крики вдалеке. Земля под ногами начинает дрожать, звучит рычание бегущих животных. Вы поднимаетесь на склон, и оттуда вы едите, как стадо вас миновало. От него осталось только стоящее столбом пыль. Пыль рассеивается, на земле неподвижно лежат несколько кабанов. Их бока истыканы большими оперенными дротиками. В целом остался лишь один команд, совсем еще юный пороседок, срывшись пятачком в одной из лежачих без движения зверей. Подойти не скрываясь. Вы спускаетесь по склону и подходите к упавшему кабану. Он еще дышит, хотя и очень слабо. Неизвестно, как скоро он отправится навстречу к лесу. Но давай смотрим вокруг, чтобы опять не подняться. Похоже, дротик принадлежит одному из лагуфетов, населяющих этот остров. Судя по всему, у вас есть лишь пара минут до того, как они придут за добычей. Устроить засаду и напасть. Неудача, да? Вы поворачиваясь на звук шипящих шагов и видите отряд лагуфетов. Шипенево, они уступляются к вам. Да, засада не вышла. Ну, с нашими-то... прокачками. Я же подумал, что мне это никогда не пригодится. Вот механика мне точно пригодится, потому что было дофига ловушек, дофига замков. Многие квесты я могу пройти только взламывая. Потому что сколько они шарился, квестовые сундуки не открываются. Блин, мне еще надо ввернуться. Водируют. Фигачи вам, давай. Ты же, господи. Забег там. Нан. Что, 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 это все было, все мясо? Это было даже проще, чем я думал. Кольцо и... Да. Эти, где кабаны? То есть он еще будет действовать какое-то время. Неуязвимость боли. Наверное, до отдыха. О, мясо. Чего ты мне изначально тебе не показал? Кекс. Ну, пошлите дальше. Что нам делать? Здесь мы все зашарили. Нас остается одна локация. И если мы там ничего не найдем, то фиг знает, как доказать, кто виновен в похищении Киоги. Базош, пока мы отсюда съели, было же у нас основной квест найти руины по Кокохару. К этому мы еще вернемся. Ну, еще где-то надо убить мать Лагуфета. А то она бегает и всех раздражает. Интересно, как это сделать? Теоретически мы можем выпустить маленьких Лагуфет. Они побегут, эти расстроятся, но... Они нам как-то помогут? Ммм... Как? Где? Зачем? Они вроде просто глупые животные и неадекватные. Хотя они пользуются оружием. Что доказывает о какой-никакой их разумной... составляющей. То есть, вместо того, чтобы сойти с ними на контакт, мы их истребляем. Класс. Ловушка. Молодцы. И еще сами могут бороться звонить. Ну, они здесь поприкольнее сделали. Лупи и давай. Бесит меня, что он бьет прям по толпе, но да ладно. Вырулим. Не думаю, что меня здесь кто-то может походить. Да, классно. Стоп. Набили их. Шахай давай. Все. Трепки. Я даже думал, что стоящая будет. Я же тебе сказал, обезвредить ей. Я тебе не говорил наступать на нее. Что ты творишь? Ироническая слабость. Блин, все-таки отдохнуть пресс. Ага. Из водоема выходит большая логофета самка мать, судя по ее размеру и гребне. Ее шея обивается веревкой, на которую нанизаны разные блестящие безделушки. Она сдает мягкий крекот. Вы подходите ближе, и она взволнованно булькает, но не нападает. Она ныряет в воду и исчезает. Вы слышите плет варматание выше по склону. Милый, Кап. Она не имеет все шеи, но милый, малый. Вперед, капитан. Пока еще не вся покрыта зубами, но скоро ветер может измениться. Да, поэтому сейчас зашарим вниз. Здесь нет курин. что, они не шевелятся? Почему? А, там порядок, кто-то уже тусит. Зойте. Да забивай так. Классная пушка у нее. Что здесь? Сундук. Вы находите старый каменный сундук, вышибленный и покрытый пятнами из-за долгого пребывания под открытым небом. Крышка треснута, но толстый лиан, толстый лиан, будто огромный пальц держит на месте. Попробуйте его с помощью силы. Как-нибудь убрать их. Эээ. Ты ж дебил. Попробуйте их убрать с помощью силы. О! А, то есть, если они далеко ничего не могут использовать? Вы открываете, отрываете побеги от сундука, лиана, жалко, стремятся вновь обвить его, но вы отрываете их быстрее, чем они вырастают. Наконец-то вам дают сорвать сундук и крышку. Не зря шкачал. Вы достойте древний бронзовый топорик, пока голодные ростки вновь заключают сундук в крепкие объятия. Опа-па. Папа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Так, надо посмотреть. Так, у меня синий топор. 16, да, ну, что-то урон слабенький. 17 на 4. Может тебе дать? У тебя вроде драконий этот. Ну да. Отклонение, урон, тревогол, режущий шаг. Ну ладно. Пока некому тебе дать просто повлезть. Пошлите, ребята, все. Вот так вот. Сила, наконец-то, мне пригодилась. Страшение и сила все-таки приносят свои плоды. Скинув голову, самка-мать смотрит на вас и издает любопытный клёкот. Черегнуть ей. Самка-мать замолкает и делает острый шаг вперед, с любопытством вытягивая шея. Прочие логуфеты смотрят на вас и что-то щебечет. Эдер тоже пытается все черегнуть, но этот звук больше похож на яростное совокупление двух кракенов. Логуфет смотрит на него и шипит, пока он не умолкает. Эдер прокашкивается, притворяясь будто бы. Этим он все это время и занимался. Из-за спины одного из взрослых логуфетов появляется радость на буркающий детеныш. Взрослый уверенным движением отправляет его назад. Он выглядит меньше, чем логуфет в клетке, но не на многом. О-О-А-НА Уанна! И духовыми оружием. Ты ненавижу, Уанна! Не надо делать подсвечных выводов, я говорю. Тихия вокруг прокашливается. Тихия вокруг прокашливается. Самка Лагуфетова. Она... а... она злизкивает. Но это относительно не к вам, а к вашим словам. Дет-детеныши. В общем, надо детей спасти. Сарафин вздевает, потом засовывает и быстро моргает. Засыпает, быстро моргает, будто вы прочищает глаза. Капитан, эта чешуйчатая дамочка видела, как Уанна забрали лидер-теныша. Отвели их на берег. Примите соболезнования, сударыня. Нахмуршийся кювайтл. Когти смыкаются на оружие. Хвост бьет по земле в почти гипнотическом рюке. Самка-мать наблюдает за вами. Ты меня понимаешь? Она наклиняет голову радостно щебета. Давил твоих детей в нашей деревне. Она рычит, ее тело раскачивается вперед и назад. Колющий пловник сверкает, подобно клинку. Прочие логофеты еще сильнее скалят зубы. Переведя взгляд с тебя на других логофетов, самка-мать шипит и бьет хвостом, указывая на дно врага в сторону деревни. Прочие согласны кивать головами. Она поворачивается к вам и ручит. У, она. Да не нафиг надо. Нас заданете убить. Вот это замес. Вот это я понимаю. Все. Вернуться к химокагу. Туда фактор химия. Все равно непонятно, кто украл туда. Я думал, ответ будет здесь. На-на. Все. Ну, о чем мы разбираться? Ну, мы не альтруисты. Что просто так брать и спасать. Ой, вот безделушка. Хм. Дикость и диковинный урон. Не нужно спросить двое. Хм. Господи, что что прыгаешь вперед-то? Зарадон. А кто же украл туда ковеки? Я думал, вот мы здесь найдем. Что за, капитан Хой? Капитан Хой. Ну, ладно. Пошли, тебя дадим хотя бы голову. Что ж похитить или как мне это доказать? Вот чем вопрос. Какая-то хими-хими нужна. Даже не знаю кто это. Ну, тиковара. Нет. Хижина Кауру, вождя святилища. Не знаю. Пошли в тиковар, там разберемся. Я не знаю, куда надо. Господи. Ну, это не бождь. Это, в том, кто-то с улицей нас был. Убейте. Найти виновного по пропаже Кёки я не нашел. Никого. Хм. Ну, хотя в голову зафигачили. Ну, просто чё с ними общаться? Они тут нападают. Они могли сразу нас вызвать на диалог. А тут нет. Решили напасть, начало избить. Ну, просто напали, так напали. Чё пойдет. То есть, вот для чего могли их выпустить. Могли их выпустить. Они могли там встретиться. Сказали вот-вот и все. И они бы сказали, а мы таскаем ваши Кёки. Кто ж меня просил-то? Кто-то с берега, по-моему, да, если не ошибаюсь? Макуру. Пикетто. Вот. Химухуми. Отдать голову. Я убил замку, мать богу. Останели слишком слабы, чтобы спать. А, чтобы напасть на тебя. Другие Матары очень расстроены, что проиграли в этом создании. Я говорю. Она держит рубленную голову за круглые щеки и пристанет смотрит в ее глаза. Надеюсь, это когда будешь охотиться... А, надень это когда будешь охотиться на этих уродливых тварей. Лучше ее. И лучше ей висеть на поясе. Охотника, чем на стене. Она снимает свой пояс и отдает его тебе. Пояс и шкулы тролля. Здоровье. Лучше бы на стене висел. Ты никогда не увидишь, видишь? Ага, 800. Ну ладно, пусть будет. Кто же может знать про похитителя? Белли-живот. Виктор. Хижина Кауру. Этот все обшарил тут. Не это виноваты. Ну или он смылся, я не знаю. Ага. Че узнал? Корзинчик Роги каждую ночь в полночь ходит на берег. Никто не знает зачем. Каждую ночь в полночь на берег. А можно было и так. Ну давайте. Полночь на берег. Сейчас день нам. Полночь. Ждать. Так. Зачем ронги ходят на берег по ночам? Нужно найти ронги. Ну дебильные квесты такие найти не могу. Кто такой ронгий? И где он? Я могу быть спокойным. Где ронги ешь по ночи? Кто такой ронгий? по тех а я не вижу никого ронги случайно в диалоге узнал что какой-то ронги ходит на берег тут берег один какой берег он шарится ночью такой ронги вообще явно сейчас на ронги вырублены просто не знаю как я же не нашел также бандитов ногать и на ирии нет времени то давайте заново ждем полночь вот полночь сейчас дождемся и пойдем здесь нельзя устраивать привал да без разницы просто жду вот сейчас скоро будет полночь и мне нужно найти этого ронги ранги и жене мы были кто-то ранги я не понял тена никакой это хижина вождя ну сейчас я не разберусь туда забегу блин эти временные квесты это просто мараз обухать кат-сцены показал или еще чё-то я сколько отдыхалось прибегал в эти закулки переводки вот его юнит и мост холли ранга не понимаю Зачем уходить на берег? Да, нет, меня это не устраивает. Пропажа плодов койки. Какой-то расследовать пропажу плодов койки. Какой койки? Койки? Просто хочу понять, что за фигня. Так, подождите. Я много узнал больше, поговоря с Томао и Пекехо. Пекехо признался, что Томао не крал. Ронги с негодованием отверг предложение о том, что Томао может быть невиновен. Наверное, стоит за ним проследить. Каждый день, каждый ночью в полночь ходит на берег. Никто не знает зачем. А где я его нашел? Где Тронги вообще? Пекехо. Макуру. 2-5-ти зайдем здесь, что ли, Тронги? А кто такой Ронги вообще? Томао, я лично понял. Токейху. Ты никогда не использовал твои способности, чтобы играть жопы на кого-то? Экера. Я когда-то купил водоглобу к Матару-присту. Он был посвящен с живыми рыбами. Но это не так много жопа. Трик был, чтобы оставить скульптуру снижаться, когда он спел с ней на голове. На берегу... Где на берегу спрятаны? Я могу быть спокойным, если ты можешь. Вот берег. Здесь нет больше берега. Мне нужно найти где-то этого рангу. Кто это, я еще не соображал. Рапару, рапару. Куару, рапару. Кто это такое рангу? Скажите мне, кто это? Ронги. Может, днем высадить, дождаться вечера и за ним пойти? Вы что, издеваетесь? Или, может, здесь какие-то точки? Что еще за берег, может быть? Дверь тут вон. Пофигеть какой. Опа. Лагерь. А я же не мог его пропустить. Калета. Нет, не то. Хотим им найти ранги. Кто такой ранг, а? Хижина Кауру. Ну, давайте начнем с Тикивара. Опять зайдем, поищем этого рангу. Он носильщик корзины, но каждую ночь он валит на берег. И куда валит, мне неизвестно. Мне нужно следить за ним. Чтобы следить за ним, мне его нужно найти. Все просто? Святилища его здесь нету. Ладно, давайте подождем дня, чтобы я понял, кто это. Ранги. Кто ж такое ранги? Томау, Макуму, Денина, и нижний каваранг. Ронги. А вождя зовут не Ронги, да? Мне надо найти Ронги сначала, корзинчика. На пути он, я вот упор не вижу. Нет, не здесь. Вашу душу, где этот Ронги? Макуму. Ты что, знаешь про Ронги? Да. А ты? Если Пикейхо любит меня, я бы взял его Кикейхи. Но это уже сказано, что репорт, что Триба двигает меня. Что я узнал? Стой. Я могу узнать больше, поговорить с Томау Пикейхи. Пикейхо признал того, что не крал Коёки. Томау утвердит о своей невиновности. Он упомянул, что кой хранится сушильный хижник к северу от дома Ронги. Что он там сказал? Я бы не дурак, но уже этого не было. Думаю, что это могу сделать. Говорят, Ура Пару, один общий пустой желудок, любой из них помню что-то сделать. Ага. Можете указывать на точнее. Для меня вилят на солнце масло, потому что... Ага, ага. Где-то носильщик. Мне нужно найти этого носильщика. К северу от хижины. Сушатся. Где Транга? Я даже не знаю, как его искать-то. Он упомянул, что кой хранится в сушильной хижине к северу от дома Ронги. Ронги с негодованием отверг предложение о том, что Томао может быть невиновен. Наверное, стоит за ним проследить. Корчничий Ронг каждую ночь в полночь уходит на берег. Никто не знает зачем. Найти бы еще Ронги этого. Вы издеваетесь со мной надо мной. Где этот Ронги? Ну это явно не здесь. Это явно этот берег. Ну-ка, сейчас, один момент я гляну. Убедиться, что мои предположения верны. Ничего. Давай, где Тетронги? Как он хоть выглядит? Покажите мне. Ну-ка. А я же находил какую-то вещь. О. Нет. 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 Странно, не квестовая. Вот они. Невник Ронги. Если бы не хватка еды, Рауну непременно спросил бы меня, для чего я таскаюсь с берега столько крабов. Но по ночам они выбираются на песок и сноют у моих ног. Голодные, как и все мы, они щиплет меня за лодыжки и пытаются добраться до мяса. И нисколько не облегчают мне работу. Я каждый день благодарен Гатти за то, что Рауну не спрашивает. Песок на берегу не прогревается днем, охлаждается ночью. Если мне удастся закончить работу, то, быть может, даже Кохопу простит меня. Но лишь в полночь я могу проверить, когда-нибудь племя узнает, что я делаю. Но до тех пор Эгера никто не должен знать, как один окон на берегу. То есть, вот, мы прочитали, и что дальше? Гатина, как тебя закрыто? Ну, давайте ждем полночь. Такие ху ранги. Такие ху ранги. Такие ху ранги. Он уходит на берег и что-то здесь делает с крабиками. Ладно, сейчас вернусь. Короче, надо было до сюда добежать, я не добежал и сказал не там. Зачем ты за мной ходишь? Ронги тяжело дышит, держа руки по сторонам. Ты и она нервничаешь, в чем дело? А, я что, ткач... А что, ткачу нельзя охлаждать ноги в прохладном песке? У нас в деревне Бедакера. Я прихожу сюда, чтобы сплавить свои беды на спину Гатти. Он кивает, показывая на мирное сечение. Расскажи мне, что происходит, иначе утоплю тебя в водах приливы. Он моргает его через это. Висает этот юлий. Вначале кажется, что он начнет протестовать, но затем он сдается и понимает. Это я украл койки. Литымау. Он морщится. Руану хотел, чтобы мы потратили последние койки на ритуал в честь богов. Я считаю, эти семена нужно собрать и посадить в землю. Он решительно кивает головой и слегка расслабляется. Я прячу их возле берега, где солнце нагревает висок в достаточной мере и жду. Эй, не-не, я поду в теплом месте. Неплохой способ помочь семенам раскрыться. Акера, ты разбираешься в сельском хозяйстве? В его глазах вспыхивает надежда. Киоки упрямый и не подчиняется без боя. Я позволил темному дыханию мира согреть сердце семян и заставил их расти. Но зачем ты подставил тамау? Почему нельзя было все объяснить его вождью? Руану не понимает. Я Кауру. Я не фермер. Решать, что скажешь... Решать, что скажешь, не мое дело. Но если я смогу прорастить семена койки, мы сможем накормить племя новой пищей. По крайней мере, то племя, что выживет к моменту созревания плодов. Он смотрит в сторону и вздыхает. Тамау все-таки не виновен. Что такое? Он крал вечно, скруглял нас, даже скруглял богов. Ранги сплевывает и вытирает рот тыльной стороной кисти. Совсем он не виновен. Если урожай койки требует его жертву, меня простит даже Нгати. Вопрос в том, что я расскажу Макуму. Макера, дай ничего не говори. Ранги делает шаг вперед, его глаза расширяются. Если Рауна заберет койки назад, мы ничего не успеем вырастить, чтобы накормить племя. Он сплетит голову и обращается к земле под ногами. А что я получу за молчание? Я их родню, и с тех пор, как продал корзины Вайлицев, он роется в карманах и не раздумывая отдаёт вам горсть монет. Умоляю, во имя племени, позвольте вам встретиться с богами, чтобы остальные из нас не погибли от голда. В целом, он поступает логично, а вот тот бездельник, но насколько он виновен? Да, привет! Кому на рассказать надо? А, забрать их надо где-то. Поддержать их надо. Да! Я нашел кучу плодов койки, зарытых на берегу. Они были спрятаны от всех, кроме песчаных крабов и лжетцов, я говорю. Макугу скаливается в сторону Томао. Акера, это не мое дело, хотя я хотел бы посмотреть, как крабы отхватят тебе палец, пока ты будешь выкапывать остальные плоды. Томао хохочет, его зубы покрыты высохшей кровью. Я говорю, ты зашел слишком далеко. За это я сам скраблю Томао. Макугу выхватывает кинжал и прибрежет к Томао. Промолчать. Он подносит клинок к лицу Томао, но не мешкает. Наконец, Макугу протягивает руку и прорезает путы. Ты не стоишь того, чтобы мать им, мрать мой клингок. Попытайся не вызвать тошноту у Томао, пока будешь падать в ее черепа. Он поднимает Томао на ноги и указ в сторону берега. После этого он дает вам несколько бутылок и раковин. Трус, я до конца этой жизни буду напоминать твое положение Томао разминать запястье. Ужас заполняет его глаза, когда он видит разбивающийся берег волны. То есть его отправили просто в море. Господи, сложный квест пока, сообразишь, что делать. Я знал, что идти туда, но блин. Блин! Нечестно. В море. Они даже были как-то... Расписали. Дать более подробную информацию. То, что они дали, вообще даже информации-то не назовешь. Ну, теперь вот мне в руины по Кокохару. Столько бегал, столько фигней страдал. Так, вот он по Кокохару. Черт. Шторм попал. Я же хотел его оплыть. А-а-а. А-а-а. Все, давайте. Потрепанная... Получила ранг, опыт. Ага, ага. Что-то там случилось. Ух ты. А где мы? Ага. Ща. Даже никто не пострадал. Нифигеть. Это прям новость. О, пушка у меня как раз нет одной. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А-а-а-а-а-бли. А? Да. Ран. Уже 30 очков. Да, надо было хоть раз на легкости пройти, чтобы... ...не было таких проблем. Давай так. Бок руины. Светилище Кабару. Давайте разойдем. Да, ну походу... ...хотел я в этой части, но хочу успеть. ...в итоге, походу, ничего не успею... ...обыскать окрест и подойти изучить его. Давай. Да-да-да-да-да-да. Все. Помолились, что-то нам дало. Не знаю что. Пошлите в рыно. Мы, конечно, можем их разрушать. Наверное, есть какое-то достижение уничтожить все хранилища и светилища. Но кто знает, кто знает. Ах. Какой-нибудь ни одна из четырех защит. Но это я помню. Так, у меня еще есть... ...пара минут. Сейчас я посмотрю, что внутри. Может, я успею. А может, нет. Возможно, там будут долгие диалоги. Я потрачу еще 15 минут на разговоры. Пара. Дилемас, дилемас. Ну, что поделать. Дилемос, проблемос. Испанские слова, да? Давай. Блин, столько времени потратить на расследование. Блин, бесит меня. Да, навозные боги. Песок забрался даже в те места, которых я даже не подозрил. Так, затыкай их к чему-нибудь. Собираться не будет. А, кто вы? Песчаный червячок. Ты бей в толпу, где нету никого, а? Ты не думал об этом? Прежешь сюда. Обидно, что своих куцает. А теперь бей ту часть. Красиво сделай. Аба. Песочек не самое приятное место. Слишком медленный. О, не отдохнувшие. Это хорошо. А, это я же за них отдохнул. Так, ну, шторм мы преодолели и даже неплохо. Так, ну, шторм мы преодолели и даже неплохо. Лупи давай. Это странно, что магу дают перевоплотиться в ближний бой. Что маги-то и так тряпки, а тут еще в ближнем бою вообще ни о чем. Ах, ладно. А, веру. Зверушка. Что ты мне даешь? Все защиты против атак. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Ладно, давайте на этом пока закончим. В принципе, бегали долго, но мало продуктивно. Ну, что поделать. Это РПГ. Тут мне приходится тупить. Ну, что ж. Тут какая-то точка. Тут точка, тут точка. А, наверное, квест. Мы все это навестим. Даже не переживайте. Что ж, всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова